Всем добро, с вами я, сестрасти у про. Ну что, друзья, кто смотрел мою предыдущую серию, я закончила один блок в хардкорном режиме. И закончила я его вполне печально, меня взорвал крипер, и, соответственно, данное выживание у меня завершилось достаточно неожиданно. Но я хотела бы начать новое выживание, и поэтому сегодня я покажу вам 5 вариантов карт, на которых я хотела бы выживать. Ну а вы мне посоветуйте, на какой из этих карт мне просто продолжить свое выживание. Может быть, у вас еще будут какие-то свои варианты, может быть, вы можете мне дать ссылочку на какие-то свои карты, где я могла бы продолжить свое выживание. Именно интересуют карты с выживанием. Но я сегодня представлю свои варианты, а вы уже дальше мне как бы все подскажете. Буду, конечно же, внимательно читать ваши комментарии. Ладно, я начну с первой карты. Данная карта выживания в таком, можно сказать, узком пространстве. То есть я оказалась в маленькой деревне. За пределы данной деревни выйти я не могу. И поскольку наступает ночь, я отправляюсь в домик жителей. Но смотрите, выживание начинается достаточно просто. Поскольку есть деревня, есть, наверное, здесь где-то еда, ресурсы. Рядом я вижу, что находится лес. Скорее всего, под землей находится пещера, где можно будет добыть какие-то годные ресурсы. Но сейчас проверим, могу я ли выйти вообще за пределы данного биома. Как бы позиционировать себя данная карта, что за пределы биома. Выйти я никак не могу. То есть я должна здесь как бы находиться вот на этом острове. Да, зимнем острове. Да, смотрите, за пределами данного, данного, как бы вот этой данной территории выйти я точно не могу. Ну что, начинаем здесь развиваться. Все, как обычно, начинаем добывать ресурсы. Ну и давайте немножко просто начну я данное выживание и уже отправимся смотреть следующую карту. А вы мне уже потом отдадите обратную связь, на какой из карт мне по итогу все-таки остаться. И на какой из карт я начну уже выживание на следующей неделе. Ну что, как обычно, я быстренько добываю первоначальные ресурсы. Добываю дерево. Проблем здесь с деревьями, конечно же, не будет. Это однозначно. Здесь вокруг эти сосны. Да, и с едой проблем тоже не будет. Здесь жители, их здесь огромное количество. Не, ну конечно же, жители есть я не собираюсь. Это однозначно. Не так немножко я сказала. Но в плане того, что где-то у них там в закромах, в сундучках по-любому есть еда. Поэтому мне не страшно. Ладно, давайте скрафчу просто деревянную кирку и отправимся добывать, как обычно, просто. Просто камень, начнем все с этого. Ну а потом уже, если я остановлюсь на этой карте, в предыдущих сериях уже будем добывать следующие ресурсы. Хотя давайте, прежде чем я буду добывать ресурсы, помчимся, посмотрим, что у них здесь есть годного. Так, ну здесь кроме кровати ничего нет. Но деревня такая достаточно богатая, что ли, в плане того, что много жителей, много домов. Но меня напрягает зима. Не очень я люблю, конечно, выживать вот в такой вот зимней деревне. Ну ладно. Хорошо, что хотя бы есть деревня. Хотя бы есть деревня. Так, есть печка. Уже, смотрите, даже мне особо не нужно напрягаться. Здесь даже есть печка. Так, но очень странно то, что нету ни одного сундучка, хотя домиков здесь еще дофига и больше. И, может быть, в каком-то домике я уже и найду. Да, и не знаю, смысл вообще есть строить свой дом, когда можно поселиться с каким-то симпатичным жителем. Так, в этот дом я уже возвращаюсь повторно. Ну, в общем, смотрите, как бы здесь еды вроде нету, сундучков нету. Ну и ладно, не очень-то я по этому поводу расстроилась. Так, что-то здесь делает волк. Можно приручить волка. Но хочу сказать, что, в общем-то, если остаться на этой карте, то выживание будет такое достаточно комфортное, что ли. Как бы сказать, что, ну, будет просто такое спокойное, ровное. И вот, кстати, нашла сундучок. У меня уже есть кожаные ботиночки и кожаная курточка. Ладно, давайте, изумрудик, я тоже возьму. Так, 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 это чего ты там разбушевал? Медведь, медведь, ты чего разбушевался? А это нормально, что вы умол дверь, да? Жители, вам вообще пофиг, что тут медведь что-то там разбушевался? Так, поторгуйся-ка я с жителем, хотя не хватает у меня ресурсов, чтобы торговаться с жителем. Слушайте, а почему у вас нету двери? Где дверь? Так, медведь, медведь, угомонись уже, угомонись, медведь, угомонись. Давай, 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 уже успокойся, успокойся. Ну, чего ты? Чего ты тут разозлился? Жители каким-то образом разозлили этого медведя. Ладно, все, Мишка, давай, 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 иди, иди, иди по своим делам. Вот, ну, хотя бы рыба, но тоже неплохо. Ладно, есть пока не могу. Ну, в общем-то, тогда пойду я начинать добывать камень. Ну, и к этой карте, возможно, я вернусь, а возможно, нет. Все зависит от вас. Ладно, давайте помчимся на следующую карту и посмотрим, какая еще карта у меня есть в запасе, на которой я могла бы повыживать. Друзья, ну, а я тем временем пришла на другую карту. Ну, а здесь лава-блок. Так, что? Лава. И я так понимаю, что из этой лавы получается просто разбивать нужные ресурсы, но я не понимаю смысл лава-блок. Так, 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 а почему, 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 почему я подгораю? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А, что, 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 что делать? Фу, это было страшно. А, я почему-то подгорела. Ну, в общем, смотрите, смысл в том, что это типа лава-блок, и здесь я должна добывать ресурсы, и каким-то образом я здесь должна развиться. Кстати, что это такое? Какая-то сумочка. Ладно, давайте попробуем. Я думаю, ничего страшного не произошло. А, в общем, из этой сумочки что-то выпало. Ладно, ну, нормальные ресурсы. Ух, 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 изумрудные блоки. Давайте я слегка расширю этот остров. Ну и что? В общем, это что-то прототип одного блока, но только здесь идет лава-блок. И ресурсы выпадают какие-то непонятно... О, 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 видели, 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 сколько здесь было отбросов. Слушайте, ну это, это вообще, это нереально, нереально, нереально. А как? А как? Как можно было? Как можно сразиться? Что? Как здесь, как здесь выживать? Я постоянно горю, я не успеваю заспамиться, я начинаю гореть. Так, что такое? Смотрите, вы видели, что заспамилось огромное количество этих зомби. Блин, ну, очень как-то страшно. Опять выпала какая-то, какая-то сумочка. Ладно, что еще есть? Так, давайте это я все переложу пока. Ух, ну, вот это вот как-то, как-то очень неожиданно. Даже я не ожидала, что выпадет такое огромное количество мобов. То есть, здесь нужно держать ухо востро и, наверное, нужно как-то быть аккуратной и осторожной. Вот такой вот он один лава-блок. Очень страшно, очень опасно. Я так понимаю, что каждый раз, когда меня убивают эти нашествия зомбаков, то есть, это будет постоянное нашествие зомбаков, и я так понимаю, что я буду терять ресурсы. Очень страшно, очень странно, но, тем не менее, такое выживание имеет место быть. Ладно, давайте отправимся еще на одну карту. То есть, это была карта номер 2, на котором я хотела бы повыживать. Выживание на одном лава-блоке. Давайте посмотрим еще одну карту для выживания. Ну, а я перешла на следующую карту. И на этой карте каждую минуту должны появляться какие-то блоки, что-то типа того. Я не знаю, что это за карта. Но сейчас все увидим, пока у меня есть время. Я так понимаю, за это время я должна себе скрафтить инструменты, я должна немножко хотя бы развиться, потому что какие блоки будут падать на меня каждую минуту, об этом я точно не знаю. Осталось 2 минуты 20 секунд, но за это время я надеюсь, что я успею по-быстрому скрафтить хоть какие-то инструменты. Если это будут блоки зомби, ну ладно, я надеюсь, что таких блоков все-таки не существует. А прикольно смотрятся блоки зомби, да, ну ладно. Это все мои фантазии. Быстренько сейчас скрафтим. Что скрафтим? Ну, давайте скрафтим просто кирку и все. Больше пока мне ничего не надо, потому что впереди я уже вижу, что я могу добыть булыжник. И, конечно же, быстренько сейчас мы сделаем каменные инструменты. Я не знаю, может быть мне это поможет, может быть не поможет. Может из меня сейчас упадут блоки из наковалин, что там, блоки лавы, да все что угодно может быть. Поэтому нет, особо напрягаться я, наверное, сейчас по ресурсам не желаю. Но карта достаточно такая интересная. То есть, ну а с другой стороны, блин, если будет выпадать огромное количество блоков, не будет ли мой мир лагать? Вот представляете, какое время в игре мы проводим? Сколько времени проводим? Если каждую минуту будут выпадать какие-то блоки. Ладно, осталось совсем чуть-чуть. Давайте пока есть у меня время, там минута с чем-то осталась. Я смотрю просто по таймингу. И что, скрафтим, как обычно, мечок. И давайте то же самое кирочку. Ну и, наверное, хватит мне еще на топорик. Так, я надеюсь, что все эти инструменты... Ладно, зачем я скрафтила еще одну кирочку? Лучше бы скрафтила печечку. Хотя на печечку мне тоже все хватает. Ладно, давайте пока в округе побегаем. Осмотримся, что вообще за биомчик и где можно здесь будет в дальнейшем устроиться. Так, осталось 30 секунд. И впереди я видела еще овечек. Так, ну биомчик, хочу сказать, такой достаточно нормальный. Я люблю подобные биомы. То есть лес и здесь где-то рядом может быть деревня. Но прикольно было бы, конечно, найти деревню и заспамиться в деревне. Хотя бы на первоначальном уровне. А подобные я люблю. Ладно, я пока побежала. Уже время пошло. Уже прям секунды и секунды тикает. Ох-ох-ох-ох. Интересно, повезет мне или не повезет. И какие блоки свалятся на мою голову. Ух, сестра Силпро, наверное, сейчас будет очень жестко и жарко. Ай, так, я пока нахожусь в воде. Секунды прям вот отмеряет, отмеряет, отмеряет свое действие. Ай, 13, 12. Так, 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 ладно, пока помчимся. Ну ладно, пусть будет это сюрпризом. Фух, становится немножко страшно. Да, 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 да. А, все, 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 все. Так, возьму все-таки кирку. И что? Блоки. А, типа, типа, что блок? Типа блоки из криперов, что ли? Слушайте, я не поняла, что здесь было. Но, да, смотрите, появилось, блин, такие страшные блоки. Там огонь, криперы. Но, в общем, там жестко. Как-то получилось все просто очень быстро. Я, наверное, побежала. Поэтому я особо не поняла, что случилось. Но, тем не менее, я вижу овечку. И уже я бегу дальше. И вот так вот каждую минуту будут появляться блоки. Давайте как раз-таки подождем и посмотрим, как в моменте появляются блоки. Это все-таки интересно. Ну и это выживание тоже достаточно интересное. Нужно умудриться каким-то образом выжить. Но здесь впереди я вижу деревню. Кстати, там за моей спиной деревня. Но здесь нужна стратегия и тактика. О, 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 о. Это что такое? Какое-то, слушайте. Но какое-то здание кирпичное. Прикольно. Ладно, у меня есть кирка. Мне не страшно. Можно выбраться. А вот если бы не было кирки, я бы не знаю, что делала бы, наверное, подкоп. А, ух. О, кстати, прикольное здание. Домик. И здесь уже можно обустроиться, отстроить свой домик. Есть даже факел. Ну ладно, прикольно. Ладно, давайте еще переживем одну волну этих блоков. Огромные объемные блоки. Вот о чем я и говорила, конечно же, в самом начале прохождения начала этой карты. Что если будет очень много блоков рядом спамиться, наверное, мир немножко будет подлагивать. Поэтому, наверное, нужно всегда менять свою дислокацию. И где-то находиться в каком-то разном месте. Ну что, посмотрим. О, 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 о. А вот это вот не очень. То есть я не нахожусь в каком-то загоне, что ли. И меня одолевают вот эти вот непонятные существа. Страшные, противные. Фу. Ну, в общем, смотрите, друзьяшки, как варианты из выживания. Один из вариантов выживания имеет место быть. Давайте посмотрим. Если понравится данное выживание, не напишите. Ну, а я помчалась дальше на следующую карту. А я, друзья, нахожусь на следующей карте. Блин, это один блок, но один водный блок. В общем, пока я долго думала, я уже здесь умерла. И у меня закончился воздух. Сейчас быстренько я прокопаюсь вниз. Здесь самое главное создать, конечно же, вот эту вот воздушную подушку. Опуститься вниз. И делать это нужно очень-очень быстро. Нереально быстро. То есть, один блок под водой, один блок. И здесь нужно как-то умудриться выжить. Фу, 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 успею я не успею. Так, 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 ну, все успело. Так, ладно, сейчас немножко я отпыхчусь. И подумаем, что нам делать дальше. В общем, задача здесь выжить. Здесь, ну, конечно же, не в абсолютной темноте. Я там видела где-то грибосвет. И его мне нужно постараться откопать. Слушайте, там, по-моему, еще был сундук. Я не поняла, что было в этом сундуке. Но там в сундуке по-любому что-то было. В общем, здесь уже вот я себе как бы создала такую пещерку. Но, да, пещерка будет не очень большая. И я так думаю, что вполне можно перемещаться здесь. Устроить свое выживание. И все-таки интересно, что там было в сундуке. Давайте посмотрим. Давайте быстренько посмотрим, что-что-что-что было в сундуке. Или не было сундука. Или был-был сундук. Ух, огромное количество здесь всего. Но прикольно-прикольно-прикольно. В общем, быстро вот это. Быстро-быстро давай, Сестра Стиво, быстро-быстро. Быстро это все собирай. И давай стартуй обратно. Фу, закрываемся. Ну и все. Ну, в общем, смотрите, как один из вариантов выживания тоже вполне прикольный. Поэтому давайте помчимся дальше. я покажу еще одну карту на которой можно вполне по выживать друзья но нахожусь еще на одной карте то есть это пятый вариант карты для моего выживания для моего будущего выживания карта называется один блок ну наверное что-то из бобов а поскольку здесь представлены вот такие острова форме мобов и здесь тоже нужно каждый вот этот островочек каждого моба наверное каким-то образом исследовать уже какой-то мостик здесь что за мостик какой-то мостик здесь уже построенный ну ладно в плане того что здесь я тоже нужно выживать и я так думаю что в каждом из моби наверное есть какие-то сюрпризики интересный сюрприз сюрпризики и так давайте проникнем вовнутрь что там есть огромное количество дерева это уже неплохо ну и в общем мы здесь мне кажется это выживание такое достаточно несложное тоже интересное в плане того что нужно ходить а собирать ресурсы каким-то образом развиваться но она такая простенькая в плане того что ну наверное наверное не сложная здесь огромное количество дерева можно строить тропинки и каждому из вот этих островов из мобов нужно наверное проходить и смотреть что там внутри ну хотелось бы конечно проникнуть а вот в эту пчелку посмотреть что внутри этой пчелки и конечно же в первую очередь я отправилась а вот туда напрямую криперу как раз и здесь уже и был построен мостик я не знаю то ли разработчик карты здесь здесь установил уже каким-то образом этот мостик в общем вот такой вот прикольное будет выживание однозначно друзьяшки напишите мне в комментарии по данным видео все пять вариантов выживание которые я хотел бы вам представить я сегодня представила и один вид выживания одну карту мы должны выбрать давайте а 100 будем оставлять в комментарии по данным видео ну и по наибольшим вашим пожеланием со следующей недели я начну выживание вернее я не начну я уже продолжу выживание из одной из пяти карт также вы можете оставить свои какие-то варианты развития ну для выживания и если у вас есть какие-то тоже карты можете мне их скидывать в к вы либо в сообществе страсти у про вот на сегодня это все всем удачи жду от вас обратной связи и всем пока 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 пока